Где твоя душа? Ты, наверное, что-то принимаешь. Почему ты не веришь в Бога? Крестись. Сексуальным АСМР. Ты должна молиться, поститься и слушать радио Радонеж. Я не выпишу тебе антидепрессанты, я выпишу тебе галоперидол, потому что ты не веришь в Бога. Субтитры вам, подписчики моего гостям. Я Джетли. И сегодня я расскажу вам просто о великолепнейшей истории, о которой знают подписчики моей телеги. И которая для меня стала просто жемчужиной моих походов в ПНД. Тут я сделаю оговорочку, что если вы хотите со мной пообщаться, как-то в режиме онлайн, почти в любое время, кроме ночи, я ночью сплю. И вы тоже спите ночью, иначе у вас жопа отвалится. Подписывайтесь на мой ТВ-канал, и я там буду рассказывать сразу после происшествия каких-то историй, может быть. Итак, некоторое время назад я почувствовала себя суперплохо. В чём это заключалось? Это заключалось в том, что очень хотелось сдохнуть. Мне приходилось себя контролировать, чтобы не прыгнуть под поезд. Я начала романтизировать смерть, типа смерть такая классная, и было бы так здорово умереть за виду мёртвым, там все дела. Вот нарисовала на волне этого настроения вот эту картинку и вот эту картинку. И, собственно говоря, поняла, что надо идти к врачу. В этом ПНД обычно меня принимает другая врач, которая выписывает мне антидепрессанты. Но сейчас у неё случился отпуск. Давайте я вам покажу, что мне выписала эта врач. Тут ламинектал, по-моему, да. Тут анафронил. Чё мне говорили там? Ну, клафронил, он лучше, чем анафронил, потому что от клафронила у меня, по крайней мере, печень не дохнет. Когда дохнет печень, это вообще пипец. Вот. И последний это, типа, галлоперидол 2-3 капли в день. Ещё хотели респалепт выписать, но от него у меня тремор. И я, как бы, вам уже рассказывала в одном из видео, когда мы только начинали лечить, что от таблеток респалепта у меня некоторые проблемы возникают. Фактически сразу, как только я вошла и сказала, что я хочу умереть, меня врач спросила, где твоя душа? И, честно говоря, я впала в ступор, потому что я ожидала, ну, чего угодно, но не такого вопроса. Короче, были у нас с ней разговоры за то, что ты, наверное, что-то принимаешь. Нет. Беда с башкой. Зачем что-то принимать, усугублять? Она говорит, ты, наверное, мешала, типа, алкоголь и наркотики. Потом она мне начала говорить про религию, что почему ты не веришь в Бога? Ты не веришь в Бога, поэтому у тебя все твои болезни. Если ты злишься на работе или где-то еще, крестись. Ты хоть помнишь, как креститься? Я говорю, конечно, помню. Я пять лет в воскресную школу ходила. Я могу Библию, Ветхий Завет, Новый Завет тебе сказать. Можем, кстати, с вами почитать Библию. Хотите, книжное чтение устроим. Будем сексуальным АСМР читать Библию. Какая-нибудь убила Библия. Я ей говорю, давайте разделять. Давайте, пожалуйста, разделять ментальные проблемы и религию. Меня не интересует ваше вероисповедание. Как бы, по идее, ее тоже не должно было интересовать мое вероисповедание. Потому что вдруг я Коран предпочитаю. Вдруг у меня буддизм, религия или вообще постфрианство. Она говорит, ты должна молиться, поститься и слушать радио Радонидж. Я не выпишу тебе антидепрессанты. Я выпишу тебе галоперидол, потому что ты не веришь в Бога. Восемь раз говорила, что давайте не будем затрагивать тему религии. Я сюда пришла за конкретной услугой. Ничего не имею против верующих. Я испытываю негативные эмоции только к тем, кто пытается навязать мне свою веру. Надеюсь, никто не обижается на это. Хорошо, у вас своя, у меня своя, все счастливы, мы в этой теме не пересекаемся. Вообще не будем пересекаться с вами в этой теме. И, знаете, я не знала, что ей ответить. Обычно тем, кто пытается навязать тебе свою религию, нету никакой такой ситуации, да, никакой темы, которая могла бы служить, если не оправданием, то хотя бы объяснением того, что ты не веришь, ну, типа, знаете, в высшие силы, которые несут ответственность за твои действия. И я ей говорю, ну, короче, меня священник изнасиловал, пока я там в этой воскресной школе училась. И она такая, бывает, тебе просто попался не тот человек. Ну, ты это, в церковь походи там, помолись, за него помолись, за себя помолись, отпусти ситуацию, и всё будет хорошо. И я подумала. Что я подумала? Я подумала, иди нахуй! И всё, я тут ничего не подумала. Если вы подвергаетесь насилию, вам нужна реабилитация, вам нужна работа с психиатром, да, проработка вот этой вот, всей картины, потому что после таких ситуаций, да, как бы, очень херово живётся, даже если ты был не священник. Нельзя просто пойти в церковь и помолиться, и, типа, это всё отпустит. В целом, мы, короче, с ней нормально пообщались, и, типа, никто даже никого не оскорблял, мы, там, немножко за религией поговорили о том, что в храмах Бога уже нет. Ну, и, знаете, более-менее нормально разошлись. Но, но, что я хочу сказать? Я больше не пойду к этому врачу, потому что, ну, вы сами, я думаю, всё понимаете. Мне не нравится, когда мне говорят, вот тебе плюнули в лицо, да, а ты смирись. Тебя шлёпнули по одной щеке, а ты вторую подставь. Типа, будь выше этого. Да нахер мне это надо, а? Если ко мне херово относятся, я в ответ буду херово относиться. Почему я должна стелиться перед кем-то, да, и быть удобной? Ну, нетушки. Я либо буду ждать своего врача, который меня лечит, либо буду искать другой ПНД, потому что буду надеяться, что в другом ПНД как-то с врачами получше. И если меня смотрит какой-то врач, который шибко религиозный, да, и занимается ментальным здоровьем, я искренне хочу попросить вас, пожалуйста, если вам человек говорит, что, ну вот он не хочет говорить о Библии, пожалуйста, не говорите с ним о религии, да, вот об этом всём. А если вы хотите, чтобы я сняла видосики про ПНД, с адресами, да, допустим, в которых я была, да, и проставила оценочки свои, вот, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях, подписывайтесь на мой новый Твич-канал, стрим будет либо каждый четвёртый, либо каждый третий день, короче, анонсировать, опять же, я это буду в Телеге, если вы хотите со мной лично пообщаться, то можете подписаться на Телегу. А если ты досмотрел до этого момента, значит, ты самый сладкий котик, и, пожалуйста, подпишись на мой канал, и приходи на мои стримы, пообщаемся там. Всем спасибо за просмотр тоже, всем адекватных врачей, если вам нужны врачи, и всем пока!